Итак, я так понимаю, что здесь у нас это всё вот не просто так. Не случайно. Смотрите, как у нас красиво, интересно и интригующе на этом столе. Я предлагаю пригласить в студию эксперта по чаю. К нам присоединяется Сергей Шевелёв. Именно он и расскажет, как же правильно заваривать чай так, чтобы он был максимально полезным и вкусным. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Очень рад. Показывайте. Что же у меня здесь есть, во-первых, на столе расскажу. У меня здесь посуда для традиционного китайского заваривания чая. Оно называется гунфу-ча или искусство заваривания чая. Но на самом деле так же заваривают не только на каких-то специальных церемониях, но и обычно китайцы. То есть дома, на работе, где угодно. То есть я сейчас первое, что делаю, я прогреваю посуду. Почему так? Потому что я сначала должен прогреть чайник, даже когда вы заварите по-европейски, в большом чайнике, вы всегда сначала прогреете чайник кипятком и накроете чайник, знаете, да, таким тёплым. То есть вот эта вот штучка, она специально используется китайцами, чтобы так прям сливать всё? Да, да, это называется чабань или чайный столик. Он специально как подставка для, собственно, проведения такого чаепития. Я даже специально не говорю слово церемонии, потому что у многих есть такое представление, что церемония – это что-то такое очень сложное, мне нужно для этого учиться этому 10 лет. Нет, абсолютно ничего такого, можно купить, у меня тут там посуды, например, коллекционные, но можно купить обычную посуду, там, дешёвую, которая очень доступная, просто заваривать именно методом таким. Конечно, мы думали, что это сначала очень долго, но учиться невозможно, и потом непременно к доктору не просто чай, а вот так вот это надо будет делать. Нет, нет, нет. Доктор, пожалуйста, угощайся. Всё зависит от желания, то есть можно сделать это очень красиво, церемониально, уделить огромное количество внимания каждой детали, а так, в принципе, всё довольно просто. То есть все действия, которые я сейчас делаю, вот я прогрел посуду кипятком, я засыпал чай. Кручу, верчу, обману сейчас. Да, я его встряхнул для того, чтобы он немножечко прогрелся, потом я снова заливаю чай. Так соберёшь, чтобы попить чай, а потом, да уж, да нет, что-то я как-то лучше воды. Да, да, я передумал, да. Я был на подобной процедуре в Китае, ну куда туристов водил? Сразу в чайный домик, так далее. Короче, в результате этой процедуры я купил такую пачку чая за 300 долларов. У них был хороший чай, наверное. И думаю, а чего я сделал-то? Я уже ушёл, уже не обратный не отдал. К сожалению, туристов обычно водят по таким, конечно, местам очень, скажем так, ну, потому что мне приходилось бывать, надо угоститься. Да, да, ужас. Ну, всё-таки у нас же чаепитие, поэтому... Спасибо. Да, так как у нас... А мне бы хотелось всё-таки... Нет, просто можно... Ну, подождите, доктор, вы без всякого почтения, в конце концов... Нет, на самом деле, может быть, он, наоборот, хотел бы сказать... Доброго здоровья. Доброго здоровья, да. И китайцы надо делать вот так. Ах, хорошо, а если немного вернуться к нам, на родину, то, может быть, есть какие-то советы, которые вы можете дать нашим зрителям, чтобы они в обычных своих домашних условиях... Заварили вкусно. Да. Отлично. Ну, прежде всего, в зависимости от того, какая у вас есть посуда, если у вас есть обычный европейский сервис, например, большой чайник, большие чашки наши, да, то заваривать стоит так же, как и все привыкли, только разве что прогреть чайник кипятком. Заваривать лучше, конечно, листовой чай, потому что, конечно, очень много сортов, много этих коллекционных, массовых и так далее, в это можно не углубляться. Но если очень грубо, то чай в пакетиках – это обычный чай масс-маркета. По мне, ну, не стоит особо внимания, лучше все-таки пить листовой чай, тем более есть доступный. Возвращаемся к листовому чаю. Листовой чай мы кладем уже в прогретый чайник. Если вы завариваете чай настаиванием, вот в большом сосуде, в нашем классическом европейском чайнике, то, как правило, это однократное заваривание. На большой чайник кладется, например, 3-7 грамм чая, в зависимости, какой у кого вкус, настаивается 5-7 минут, да, вот традиционное заваривание. 3-5-7 грамм – это что, ложка чайная? Ну, примерно, примерно. А сколько воды? Литр? В зависимости от того, какой вы хотите концентрацию чая получить, потому что по вкусу. Я лично люблю крепкий чай заваривать. Я если завариваю по-европейски, я беру чайник объемом 1,5 литра, кладу туда грамм 15, вот, настаиваю, это тоже минут 5, и у меня получается такой мощный, крепкий чай. Вот такой я люблю пить. Надо крутым кипятком? Ну, если чёрный чай, то может крутым, если зелёный, то лучше чуть-чуть охладить его до 90, может быть, 85 градусов, вот так, и тогда уже заваривать. Потому что если особенно качественный зелёный чай, какой-нибудь коллекционный, там, из специализированных магазинов, то стоит, может быть, портить кипятком. Ну что, друзья, если у вас есть вопросы к доктору, вы можете их задавать. Или к чаеведу? Да, я суду. Правда ли, что зелёный чай нельзя смешивать с молоком или с сахаром? Не правда насчёт молока. На самом деле, очень распространено заваривание чая на молоке в Тибете и в Средней Азии. То есть варят прям чай с молоком, либо вообще на молоке. И добавляют туда, бывает, соль, какие-то специи. Это такой называемый калмыцкий чай или тибетский чай. А в Туве туда ещё добавляют хорошую долю бараньего жира. Да, да. Очень вкусно, кстати, реально. Очень похожие рецепты распространены в горах Китая, тоже, вот, Средней Азии, везде. Сахар не то, что нельзя, но это просто, я считаю, бесполезно. Если чай хороший, его просто испортите. Следующий вопрос. Как вы знаете, сейчас продаётся уже готовый чай в бутылках. Скажите, он так же полезен, как свежезаваренный или нет? Он вообще имеет отношение к чаю? Очень интересный вопрос. На самом деле всё зависит от того, какой чай вы взяли. Если вы возьмёте хороший коллекционный чай, например, вот на Тайване спецназа традиция, берут чай улун светлый, заливают в холодную воду, кладут в бутылку, в холодильник. И на следующий день у вас утром холодный чай. Из качественного сырья. Получается очень вкусный, действительно, там тоже... А вы об этом спрашиваете, или о том, что продаётся чай в бутылках? То, что массовое, нет, это никакого отношения к чаю не имеет. То, что продаётся. Нет, 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 нет. А к чаю вообще хоть какое-то отношение не имеет? Я сильно сомневаюсь. Я думаю, там, может быть, какие-то высевки чайной пыли там есть. А я вот не думаю, что даже пыли нет. В основном там ароматизаторы, сахар, да, и всё такое. То есть это чай. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ